Снова на остановке. Снова ждем автобуса. Смотрите, какой песик смешной сзади. Как будто он такой игрушечный, да, не настоящий. Ну, нафига он умеет на задних лапах ходить. Райончик. Как тебе райончик здесь, Юля? Будем здесь две недели тусить. Ну, это не центр. Тот очень близко до центра. Вот сейчас поедем. Я думаю, у нас не больше 20 минут выйдет. Да? Да, мы быстро сюда доехали. Поэтому здесь проблем нет. Плюс, не такие уж прям пробки в этих районах. Я заметил пробки вот по каким-то таким главным улицам. Типа вот мы с аэропорта ехали когда? Да. Вот там, да. А так здесь нормально. Да и движение более-менее можно будет, я думаю. Если куда-нибудь соберемся поехать, арендовать на день-другой. Вот мы когда... Я хочу съездить в туннеле, когда вот во время Вьетнамско-американской войны... Как там называется? Кучи или Кучи? Кучи. Кучи, в общем. Посмотреть на Кучи. Поэтому, да, там я... Надо за город ехать, возможно, возьмем. Ну, я так понял, здесь в Хашимине все достопримечательности здесь в городе, а за городом ничего особо нету, кроме Кучи. В общем, поедем смотреть на Кучи, живем в Хаче. Едим личи. Подъезжает наша двоечка. Старая, разгаленная двоечка. Корыто. Наша корыто подъезжает. Ну что, ребятки, поехали обратно в центр? Сейчас решили зайти кофе попить. Мы это здание, кстати, уже проходили с цветочком. Ну и плюс еще в туалет надо зайти. Сели в очень классной кофейне. Видите, у меня на фоне куча старины. Здесь забавно, что здесь есть. Книжка по автокаду. Вообще, очень много старых книг. Сейчас можно будет по-ангорачнее посмотреть. В итоге я себе заказал кофе. Так сказать, Хашимин стайл. Ну, классическая, в общем, вьетнамская. А Юля себе заказала каканат мил какао. То есть какао с кокосовым молоком. Сейчас будем читать книжечки. И наслаждаться кофе и какао. А вообще мы едем сейчас на один из юпоинтов. Мы едем, Юля, куда? На почтовое отделение или сквер? Сквер какой-то? Хашимин сквер. Сквер сначала. Сквер. Какие-то скверы хашиминские. Потом в почтовое отделение заедем. И может по пути еще что-нибудь зацепим, чтобы хоть что-то уже увидеть в Хашимине. Но тут много интересных зданий. Приятная музычка. Классная кафешка. Современная музычка. Ой, ну в смысле популярная. Ну, сюда. Мне здесь очень нравится. Очень приятно. Радуй здесь запах странный. Как в туалете. Как в зоопарк. Потому что мы можем за туалетом сидим. Нет, здесь везде пахнет. Нет, похоже на какой-то корм кошачий. Корм кошачий. Ну, если бы не запах, то было вообще миленько. Среди книг нашли геометрию 9-11 класс. Сейчас будем вспоминать. У меня, кстати, не такой учебник был. У тебя, Юль, был такой учебник? Нет, у меня был более современный. Это учебник редакции 1980 года. Ого, ничего себе, очень не знаю. Там, кстати, есть еще учебник. Да, вон, есть задача. Ну, что я раньше это в школе понимал? Резикл, да, задача. Угол между двумя векторами. Да, есть русский учебник. Сейчас пока будем кофе пить, буду вспоминать геометрию. Юля, принесли кокосовое молоко? С какао. С какао. Видите? Она говорит, это лед. Я не знаю, как, Юль, по вкусу. Нормально. Да, но много льда, но если пить вот отсюда, то отлично. Ооо, чашечка моего вьетнамского копия. Я думаю, надо перемешать, чтобы она была эта самая. Сейчас будем пробовать. Кстати, у меня там на фоне еще есть, там, видите, самовары. Вообще тут много такого всего интересного. Мы не нашли. Куча российских книг, самовары, все-таки забавные местечки. Сделали из чака самолетик. Положили вот сюда вот самолетик. Думаем, если еще вернемся когда-нибудь в Хошимин, зайдем сюда, проверим, но останется ли этот самолетик здесь или нет. Красотища, красота. Год. Ой, это год петуха, что ли, получается? Надо узнать, в Китайский Новый год будет, типа, год курицы тоже или нет, потому что там везде курочки да петушки золотые. Походим в мечеть. Вообще здесь много разных ревегий. Здесь мы увидели христианские, исландские, буддистские. Вообще все подряд. Сейчас, кстати, прошли ресторан, называется Паша. Курецкий. Юля что-то ищет. Сейчас гуляем по центру. Здесь прям чувствуется очень много всяких модных магазинов. Все чистенько. Вообще для Азии прям не похоже. Как полумпури, да? Ульлочки такие классные. Много высоток. Здесь вообще какая-то небоскреб. Ходим, ищем. Ну, че, как успеть? На, лево. А? На, лево. На, лево Юля говорит. Вот мы и дошли. Здесь все очень классно. На фоне, видите, там идет подготовка к Новому году. И я так понимаю, блин, очень красиво. Все-таки там и засаживают. Я думаю, мы как раз сюда, наверное, придем на Новый год, посмотреть, что здесь будет. Мне кажется, будет какое-то представление явно. Спереди памятник, сейчас подойдем. И очень интересное здание. Сейчас узнаем, что это за здание. Дом реально, да? Вот как в Париже фотографии смотришь? Вот эти полукруглые дома. Хашимина статуя. А, это статуя Хашимина. Я вообще сейчас пока что себя не чувствую в азиатском городе. Чувствую себя в Европе, да? Да, вообще. Да. Ну, правда, если назад не смотреть, если вот так только смотреть. Вот так классно. Классно. Такие большие расстояния вообще. Да. Вот он, Хашимин. У нас в Питере как раз улица, с которой мы едем домой. Называется Хашимин. Улица Хашимина. Класс, класс, класс. Сейчас узнаем, что это за здание. Очень красивое. Это вообще здесь круто. А там, кстати, Rex Hotel пятизвездочный. Могу представить, что там в пятизвездах, если мы жили в одной звезде, и там было анимо в двух звездах. И там уже было классно. Смотрите, какая красота. Написано просто красивое здание. Так и написано? Да. Ребят, это просто красивое здание. Даня, ребят, кто знает, что это, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы сейчас, наверное, вот тут прогуляемся. И поедем смотреть почтовое отделение. А это здесь близко. Да, это здесь близко. Сейчас пешочком, наверное, прогуляемся. Похоже на гостиный двор. Да? Да. В Питере. Ага. Чисто местный гостиный двор. Ну, что, пошли дальше? Пошли под почта? Да, куда нам идти? А, сейчас посмотрим. Вон тоже классное здание, смотрите. Наверху такие. А там вот пальмы между зданиями. Блин, интересно, можно туда пройти, подняться? Я бы там потусил. Сейчас идем по краю этого здания. Сейчас шли или увидели табличку, типа, Department of Affairs, что в переводе называется Департамент внутренних дел. Теперь мы знаем, что это такое. И почему туда не пускают. Хотя кто-то вон мужичок там сидит. Не знаю, как туда попал. Тут такие будочки сидят там, военные. Охраняют. Юля говорит, нам надо прямо идти. Отходим к следующей достопримечательности. Да, кстати, здесь славится тем, что здесь можно купить очень классные открытки. Вот такие вот. Которые закрываются и открываются. Да. Фига, прикольно. Да, вообще обалденно. И это центральное почтовое отделение. Хашиминна. Здесь какая-то статуя справа. Время у нас полтретьего. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Это мега туристическое место. Мне кажется, здесь давно уже почта не приходит. О, ребят, смотрите. Это кабинки для звонка, да? Да, но сейчас вот в таких кабинках сделали. С той стороны. А, с той стороны в кабинках банкомата. Нам, кстати, как раз нужно снять деньги. Возможно, зайдем, поснимаем. Давай прогуляемся, глянем, что тут еще интересного. Не, все-таки почта вот здесь работает. Всякая сувенирочка. Здесь еще очень много обычных открыточек, но тоже очень красивых. Прям таких качественных, красочных. Марки. Смотрите, какие марки. Мне кажется, коллекционеры марок сейчас просто будут обтекать слюнями. Есть всякие монетки разных императоров. Coin Collection. Вот тоже открыточки. О, СССР. Вон тут Гагарин. Вот с рыночком. Это рынок, да, рядом с которым мы живем. Блин, очень классные здесь, конечно, открытки. А это что? А, это наборы. Можно купить вот такой набор с банкнотами. И здесь все вьетнамские марки. А, нет, не все. Получается, здесь нету пятисоточки. Здесь также книжки есть. Есть книжка вьетнамских рецептов. Все вьетнамские блюда здесь собраны. Мне кажется, кто занимается кулинарией, вообще может купить и прям вообще готовить. Да? Да, мы будем готовить. Вообще класс. Hello. Есть вьетнамский разговорник. Может, Пашка решила снять денежки в таком вот банкомате, который находится, мне кажется, как раз вот в бывшей кабинке для телефонных разговоров международных. Прикольно так, много людей. Также здесь напротив почтового отделения находятся статуи и катедральный собор Нотр-Дам. Очень красивый. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Также еще в некоторых источниках пишут, что это собор Сайгонской Богоматери. И это, скорее всего, как раз она и есть. А мы сейчас подойдем поближе. Вот тоже. Смотрите, ребят. Изнутри, мне кажется, очень красиво смотрится. Снаружи, к сожалению, этого не видно, потому что... Ну, сами видите. Надо, чтобы свет светил, тогда она видна. Очень много китайцев. Да, китайцы с личными фотографами. Это топчик. Здесь уличный художник. Напротив парк. Да, центр Хошимина, конечно, очень культурный. Здесь много очень красивых зданий. Много достопримечательностей. Это мы еще не заходили ни в какие музеи. Здесь же еще много музеев интересных. Но я точно зайду в музей... Я не помню, как он называется. Он посвящен войне. Военный музей. Смотрите, какая красота. Что, Виль, пойдем кушать? Сейчас идем обратно в наш райончик. Нам целый километр идти. Здесь, смотрите, какая кафешка. Вот вход. Выглядит очень интересно. Снизу, видите, ворота открываются. И можно на байке заехать. А сверху само кафе. Регина кафе. Точнее, не кафе, а кофе. Или кафе это? Кофе. Кофе, да. В общем, кофейно. Во Вьетнаме вообще много кофе. Поэтому классное кафешка. Сейчас идем обратно. А еще мы прошли Карджуниор. Так что ставьте лайки, кто любил Карджуниор, пока его не закрыли в России. Карджуниор. Слева проходим банк, который называется Хана Банк. Хана вашим деньгам. Смотрите, какой толщины дерево. Это дерево гигант. Уходит под самые небеса. Кошка. Уфа. Продолжение следует. Кофе. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok